Рахат Джунушбаевой Здравствуйте, Рахат. Очень рад знакомству. Вы начинали свой бизнес еще где-то во второй половине двухтысячных, когда строительный бизнес в Кыргызстане, он уже более или менее встал на ноги. Но, тем не менее, на тот момент вы еще не думали заниматься непосредственно лифтами. Расскажите, как вам пришла идея привозить и продавать здесь лифты? Да, я в бизнесе с 2004 года. Но конкретной цели, что я буду заниматься или мечты, что я буду заниматься только лифтами или подъемными механизмами, не было. Это все было случайно, такое случайное стечение обстоятельств, когда с одной стороны появился спрос, с другой стороны появилось предложение, посередине оказалась я. И, можно сказать, я воспользовалась этим спросом и предложением и начала заниматься поставкой лифтового оборудования. Это были где-то 2008-2009 годы, когда строительный бизнес, строительная отрасль в Кыргызстане только-только начиналась, сказать, развиваться. И сразу же хочу обратить внимание, что вы по образованию востоковед, и вы изучали, в частности, корейский язык, насколько я знаю. И даже, как казалось бы, не связанное с вашей нынешней деятельностью образование, гуманитарного характера, тем не менее, оно помогло вам начинать свой бизнес, потому что первые ваши партнеры были представители из Южной Кореи. Скажите, какое образование сыграло роль в вашей жизни? Да, я востоковед, но мы не востоковеды-переводчики, я востоковед-экономист. У нас специальность международные экономические отношения, но больше сыграла роль именно моя переводческая деятельность, потому что, ну, как бы, в то время я о каких-то экономических отношениях или, там, налаживании международных отношений не думала. Вообще начинала как переводчик корейского языка, и вот это, наверное, и оказало очень большое влияние, потому что работа переводчика, она помогает набраться очень большого опыта через перевод, узнаешь очень много информации, получаешь много опыта, это все проходит через тебя, и вот я думаю, что именно работа переводчика сыграла большую роль в том, чем я сегодня занимаюсь. И вы практически во всех своих интервью, ну, и сейчас подметили, что идея заниматься лифтами и подъемными механизмами пришла к вам, ну, достаточно случайно, и с подсказки, скажем так, одного из людей из вашего окружения. И тут возникает вопрос, как вы думаете, работает ли правило вот в этом случае, независимо от того, чем именно ты хочешь заниматься, и ты на каком-то этапе даже не знаешь, где ты достигнешь успеха, тут главное вот хватка, бизнес-хватка, и работа, работа и работа. Вот у вас было так же? Да, у меня практически было так же, потому что когда начинали бизнес именно в лифтовой отрасли, во-первых, меня никто не знал, материально-технической базы тоже не было, образования именно в этой сфере тоже не было. Было единственное стремление, желание достичь успеха, потому что до момента, до этого момента я занималась много чем. И это был такой мелкий бизнес, где, ну, бизнес, который не давал желаемого результата. Хотелось чего-то большего, заниматься более серьезными делами, поэтому, я думаю, здесь главное желание достичь поставленных целей и трудолюбия. И не могу обойти стороной тему того, что мы живем в таком странном, наверное, в странном обществе у нас в Кыргызстане, я имею в виду, там, во всем мире есть свои какие-то тоже особенности, но, тем не менее, мы живем в таком мире в Кыргызстане, когда есть женщины-бизнесмены, женщины-политики, женщины-правозащитницы, достаточно успешные, которые достаточно на слуху, и в то же время у нас очень сильное давление вот наших патриархальных корней, и мы видим, есть девушки, девочки и женщины, которые, ну, вот, всю жизнь посвятили себя семье, я не буду говорить, что это плохо или хорошо, но перед вами когда-нибудь вставал такой выбор? Передо мной такого выбора не было, потому что изначально, после того, как я уже вышла замуж, передо мной стояла задача прокормить семью, и поэтому выбор именно семья или работа, такого выбора у меня и не было, и я, наверное, до этим даже не задумывалась, я просто хотела достойного обеспечения образования своим детям, своей семье, поэтому такого выбора не было у меня. Но у вас получается совмещать быть хорошей матерью, хорошей дочерью, своим родителям и быть успешным бизнесменом? Так как у меня, знаете, бизнес, который требует очень большого внимания, это бизнес не просто привез, продал и забыл свою продукцию, здесь такая специфика нашего бизнеса, что мы даем гарантию, и почти даем гарантию на весь срок существования этого оборудования, и оборудование это достаточно серьезное, оно связано с жизнью людей, потому что на этом лифте катается очень много пассажиров, и очень много времени занимает, поэтому достаточно тяжело было совмещать, и на данный момент тоже тяжело совмещать работу, бизнес и дом, но стараемся, есть помощники, которые помогают, но я думаю, результаты того, получается ли совмещать или нет, это показателем будет только то, чего достигли твои дети, их эмоциональное состояние, да, на сегодняшний день я удовлетворена, поэтому я думаю, у меня получается совмещать. Вы сказали, что ваша работа связана с очень большой ответственностью, и вы же сказали, что это связано непосредственно с жизнью и безопасностью людей, и сотни тысяч людей даже вот в Бишкеке, потому что те лифты, которые вы занимались, их, как это правильно сказать, перепродажей и установкой, да, но вы были дистрибьютором одной крупной корейской компании, они стоят практически во всех, ну, крупных торговых центрах в Бишкеке, ну, и, насколько я знаю, и в Ваше тоже. Учитывая вот этот фактор, что он связан вот с такой степенью ответственности, и учитывая тот момент, что вы в какой-то момент решили заниматься непосредственно производством сами, не перепродавая там иностранное оборудование, вы готовы сегодня вот к этому серьезному шагу? Да, мы готовы. Мы шли к этому не один год. Мы шли к этому, сказать, почти весь период, тот период, в котором я работаю вот в этой отрасли, да. Да, конечно, сейчас в Каргастане, и можно даже наше собственное производство, которое мы сейчас открываем, оно не готово производить такие важные, важные детали в лифтах, это называется узлы безопасности лифтов. Мы еще не готовы их производить, мы их будем закупать уже сертифицированные, как бы гарантированных производителей, которые являются поставщиками не только для нашего завода, для нашей компании, они являются поставщиками и для других мировых производителей тоже. Самые основные детали – это узлы безопасности, да. Мы их будем закупать, и поэтому мы уверены в том, что мы сможем произвести качественное, безопасное оборудование. Но тут же дело не только в самом оборудовании, но и в людях, которые будут устанавливать это оборудование и обслуживать. Учитывая, что у нас в стране среднеспециальное образование, оно, к сожалению, не на таком уровне, как бы хотелось. Как вы ищете себе сотрудников, и каким образом происходит процесс отбора сотрудников на достаточно важные позиции, которые будут еще и отвечать за безопасность этого оборудования? Да, вы правильно подметили. Это очень большая проблема в Кыргызстане. Именно подбор квалифицированных сотрудников в области технической отрасли, можно сказать, практически их нет. Электрики, энергетики есть, а вот такие узкие специальности, как наши, их практически нет. И мы обучаем, обучаем с нуля, можно сказать, практически с нуля. В советское время еще существовал факультет при политехническом институте, оказывается, существовал, но на данный момент этой специальности нет, там их не обучают. И когда мы начинали бизнес в лифтовой отрасли, столкнулись с такой проблемой, что нет в Кыргызстане специалистов. Есть только специалисты, их можно сказать, было на тот период 10-15 человек, которые не делились своими знаниями. Мы выписывали, ну, приглашали инженеров, скорее инженеров с Казахстана, которые с нуля обучали наших сотрудников. И вот сегодня мы, имея почти 12-летний, можно 13 лет опыта в этой сфере, мы обучили сотрудников с нуля, всех инженеров, конструкторов, монтажников, персонал, обслуживающий эти лифты, мы их обучили с нуля. И сегодня наш технический персонал, это те, может, он раньше работал официантом, работал сварщиком, работал электриком, но на сегодняшний день они все являются инженерами в лифтовой отрасли. — Другими словами, организация бизнеса такого уровня, она предполагает, ну, самое очевидное, это организация рабочих мест для граждан Кыргызстана, но и плюс еще повышение квалификации уже имеющихся специалистов. И вы сказали, что все специалисты, которые на вас работают, вы их практически всех обучили с нуля. И у меня возникает такой вопрос. Среди ваших проектов, связанных с социальной ответственностью, есть, например, поддержка школы Высокольской области. В дальнейшем вы планируете вкладываться, вот, может быть, уже в образование, например, то же самое, среднеспециальное или техническое? — Вот вы прям прочитали мои мысли, у меня давно уже зреет такая мысль, это уже даже не идея, я хотела бы уже в этом году начать его притворение в жизнь, открыть на базе профтехучилища или открыть на базе колледжа, это даже не факультет, может быть, это кафетра или отделение по обучению специалистов в нашей отрасли. — Тем более они помогут Вам в дальнейшем развивать непосредственно Ваш бизнес. — Ну и плюс это создание дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды в этой отрасли. — Ну и, возможно, через это получится все-таки поднять статус технического специалиста, который вот за все эти годы немножко отошел на второй план. — Давайте поговорим о Вашем предприятии, которое, насколько я знаю, откроется буквально на днях. Это такая гигантская площадь, на которой есть весь цикл производственный практически. Вот расскажите подробнее, что это за предприятие, как оно будет работать, где оно находится. — Наше предприятие находится недалеко от города Бишкек, в Чуйской области. Производственная площадь здесь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. У нас есть собственный шоу-рум, это выставочный зал, где покупатель может воочию посмотреть, убедиться, выбрать из того, что мы производим. Имеется тестовая башня, где будет проводиться тестовое испытание произведенных нами лифтов, лаборатория, потому что это оборудование, как я сказала, связано с безопасностью пассажиров, которые пользуются этими лифтами. И обязательно наше оборудование, каждое произведенное оборудование должно пройти лабораторные испытания. Для лаборатории мы заказывали специальное оборудование с России, с Москвы заказывали, с Кореи заказывали, чтобы обеспечить именно на стадии производства, он прошел все испытания, все лабораторные испытания прошел. Нам оборудование мы поставили часть с Южной Кореи, часть привезли из Китая. Основные, как я ранее подчеркнула, основные детали будут закупаться тоже часть Кореи, часть крупных предприятий Китая. Квалифицированный персонал мы обучали на протяжении почти последних двух лет, мы обучали именно инженеров для производства лифтов. До этого мы уже имели инженеров, которые обслуживают и монтируют, а сейчас мы обучали уже сотрудников, которые будут именно производить эти лифты. Насколько я знаю, ваша компания Sky Group – это группа компаний, и основным профилем является производство именно лифтов и подъемных механизмов, но есть еще дополнительные сферы, которые вы охватываете. И исходя из профиля этих сфер, получается, что у вас основной цикл производства, за исключением важных узлов, связанных с безопасностью, о которых вы говорили, вы будете развивать производство их здесь. Расскажите о дополнительных. Sky Industrial Group. Вначале мы хотели производить только лифты, подъемные механизмы, но оборудование, которое мы привезли для завода, оно достаточно мощное и может производить широкий спектр продукции. Это будут не только лифты. Лифты там пассажирские, это будут и мачтовые подъемники, и строительные подъемники, если касается подъемных механизмов. Дополнительно мы будем производить автопарковочные системы. Это вообще сейчас проблема не только в Кыргызстане, но и во всех мегаполисах и в развивающихся странах, в развитых. Все виды автопарковочных систем будем производить. В дальнейшем собираемся производить кухонное оборудование. Это различные конвектора, плиты, в общем, все, что необходимо для ресторанного бизнеса. Хотим наладить производство газовых котлов, электрических котлов. Это котлы отопления, современные. Ну, как бы, планов много, но первый этап – это у нас подъемные механизмы. Ну, и, как бы, в завершении нашего разговора давайте все-таки мы еще немножко времени уделим тому, что как живется, или как работает, наверное, даже женщине в мире бизнесменов, мужчин в Кыргызстане, учитывая там достаточно серьезное патриархальное ориентирование нашего общества. В начале было очень тяжело, потому что всерьез не воспринимают, особенно если женщина занимается таким оборудованием. Это не продажа одежды, а вот продажа достаточно серьезного оборудования. Всерьез не воспринимали. Иногда доходило до такого, что нету ли мужчины в вашей отрасли. И иногда мне приходилось просто брать с собой рядом мужчину для того, чтобы, ну, наш партнер был спокоен, что есть еще мужчина-партнер. А вы как вы думаете, с чем это связано? Почему так? И, знаете, вот, оказывается, я думала, что мы уже, вот, уже более 12 лет я занимаюсь, да, в этой отрасли. Я думала, мы уже преодолели в какой-то мере, но вот когда я начала говорить о производстве, я обратно столкнулась с этим уже. Не может быть, вы одна, у вас нет других партнеров, женщина может производить лифты. До сих пор эти вопросы мне продолжают задавать. Это, наверное, связано с тем, что в Кыргызстане все-таки такое, я затрону все-таки эту тему. Да, конечно. Проблемы гендерного равенства, проблемы развития женщин все еще хромают. Я думаю, что вот это и сказывается на таком стереотипном мнении большинства, что женщины тоже могут заниматься не обязательно в ресторанном бизнесе или в легкой промышленности, что они могут работать и в тяжелой промышленности тоже. Это влияет на сферы, которые вы планируете или уже поддерживаете, вот опять же, в социальной, ну, как социально ответственный бизнесмен, чтобы социальные обязательства перед обществом выполнить, вот программами развития девушек и женщин в бизнесе или которые собираются идти в политике или в целом поддержки вот женщин и девочек? Да, мы, у нас есть социальные проекты, я активно участвую в проектах, где требуется именно поддержка, ну, я не разделяю поддержка только женщин или поддержка только мужчин. Я хочу поддержать именно молодых предпринимателей, начинающих предпринимателей, предпринимателей именно с регионов, у которых нет доступа к образованию, к информации, там, к каким-то еще дополнительным средствам. Ну, сейчас вот ЕБРР, да, очень хорошо, активно поддерживает женщин-предпринимательниц. Думаю, необходимо в этой отрасли тоже вот именно в этом русле больше работать, поддержка женщин-предпринимателей. Ну, и напоследок, вот вы сказали про то, что сейчас Европейский банк реконструкции и развития активно поддерживает женщин-предпринимателей, и, как я понимаю, вы сотрудничаете и с ними, и с другими международными финансовыми институтами и инвесторами зарубежными. Расскажите, пожалуйста, подробнее вот об этой сфере еще. Да, Европейский банк развития, он делает очень много именно в образовательной сфере, образовательная программа для женщин-предпринимателей, да, поддержка консультации, поддержка различными программами, консультантами. Но в нашем случае наш проект полностью поддержал Российский фонд развития, поддержал, профинансировал. И дополнительно нам оказали помощь Демирбанк и Оптима Банк. Когда мы на стадии бизнес-плана, только бизнес-плана, бизнес-идеи, искали финансовые средства для начала строительства, многие банки нам не поверили, но вот нам поверили Оптима Банк, Демирбанк и Российский фонд развития оказали полную финансовую поддержку для того, чтобы мы смогли реализовать наш бизнес-план. Ну, можно сказать, что они оказали нам большую поддержку именно, это можно сказать, отечественного производства. На стадии бизнес-плана многие финансисты не верили в то, что в Кыргызстане возможно производство такого оборудования. И хотелось бы обратиться к гражданам вообще. Необходимо поддерживать, необходимо верить тем бизнесменам, предприятиям, которые занимаются производством. И занимаются производством в тяжелой промышленности, что Кыргызстан когда-то тоже была индустриальной страной. Мы производили достаточно серьезное оборудование. Я думаю, настал период, настало время, когда мы должны поднимать индустриальную сферу, индустриальную отрасль нашей страны тоже. И надо поверить, если стоит выбор между, скажем, покупкой нашей отечественной продукции или продукции того же ближнего, я не говорю о дальнем же зарубежье. Хотелось бы, чтобы они поверили, доверились нашим отечественным производителям, делая вклад в развитие экономики нашей страны. И при этом у отечественного производителя стоит такая большая задача завоевать доверие покупателей качественным, безопасным оборудованием или любой другой продукцией. Это обязательно. Качество должно быть на первом месте, если не будет качества и не будет развития этого предприятия. Миссией вашей компании указано, что вы планируете стать крупным предприятием, обеспечивающим надежным, качественным подъемным оборудованием не только Кыргызстан, но и всю Центральную Азию. Каким образом вы собираетесь воплотить вот эту часть ваших планов? Да, вот как мы подчеркнули, это первый в Кыргызстане завод по производству лифтов. Один из первых тоже заводов по Средней Азии. И мы в дальнейшем хотим стать производителем номер один в Средней Азии именно по производству лифтового оборудования. Для этого необходимо первое качественное оборудование, которое должно на первых порах, на первых этапах нашего производства зарекомендовать себя, чтобы наши потребители поверили в нас и в наше производство. И развивать дистрибьюторскую сеть по Средней Азии. Слоганом, девизом для нашего предприятия, для нашего и компании выбрали «It's time to lift», это означает «время подниматься». Я думаю, настало время, время не только для нашего предприятия или экономики в целом, для всего Кыргызстана настало время, время подниматься. Спасибо вам большое за беседу, за откровенный разговор. Я надеюсь, что все ваши планы воплотятся в жизнь и ваш завод действительно, даже не в долгосрочной, а в ближайшей перспективе, станет одним из ведущих, как минимум, в регионе. А я напоминаю, что мы сегодня разговаривали с Рахар Джунушбаевой, основательницей первого в Кыргызстане завода по изготовлению лифтов и другого подъемного оборудования. Беседу вел Нурбек Иманов. Оставайтесь с нами. Рахар Джунушбаева